Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Особенно было приятно, что ты стал частью этого. На одной волне со всей страной в «Анапе» отметили волонтеров, принимавших участие в организации Чемпионата мира по футболу. Нам нужно идти в ногу со временем и принимать профессиональные взвешенные решения в пользу наших детей. Любить и беречь – основные принципы детского закона 1539. С чего начинался проект и в какую систему вырос за десятилетия. В грудном молоке все самое ценное, все самое полезное. Пейте, дети, молоко, но только мамина. «Анапа» присоединилась ко Всемирной неделе грудного вскармливания. «Анапа», «Темрюк», «Туапсе», «Геленджик» и «Новороссийск» объединились в Черноморскую экономическую зону Краснодарского края. Всего в регионе их будет семь. Наш курорт на встрече представлял глава муниципалитета Юрий Поляков. Дружескую обстановку и общность интересов – это первое, что отметил председательствующий на встрече министр экономики Краснодарского края Александр Рупель. Объединенные процессы проходят в рамках стратегии экономического развития региона «Кубань-2030», которая проходит в финальной стадии согласования. Всего создается семь экономических зон. По словам министра, у Черноморской зоны достаточно серьезный потенциал для экономического развития. С учетом времени, в котором мы живем, сегодня одиночки даже самые такие прорывные, им тяжело выжить, учитывая общность проблем, общность задач, которые стоят. Поэтому мы по степени экономической взаимовязки, по степени взаимодействия разбили территорию на экономические зоны. И сегодня Черноморская зона экономическая первая подписывает соглашение такое. Это очень важное соглашение, которое определит в том числе дальнейшее развитие. В рамках стратегии каждый муниципалитет предоставит до 20 проектов, которые министр охарактеризовал как прорывные. Их будут продвигать не только на краевом, но и на федеральном уровне. Среди анапских предложений строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, новой больницы, мусороперерабатывающего завода, берегоукрепление и благоустройство береговой зоны, создание новых зон отдыха и пляжных территорий, расширение винодельческого кластера. Я хочу сказать, что это очень важный момент, потому что когда мы работаем каждой отдельно, у нас есть сложности с решением многих вопросов. Сегодня создан совет. Председателем совета избрали главу Новороссийской Евгений Алексеевича Дьяченко. Сегодня нам всем будет легче. Все вопросы, я думаю, те, которые связаны с экономическим развитием наших территорий, будут решаться. Будут решаться благодаря тому, что создан этот совет. Стратегию социально-экономического развития города-курорта на период до 2030 года обсудят на специальных стратегических сессиях. Они пройдут в Анапе до конца текущего года. Чемпионат мира по футболу, который прошел в России, останется незабываемым для анапских волонтеров. Глава города-курорта Юрий Поляков вручил благодарности активистам, которые принимали участие в организации Мундиаля. Также он отметил те, кто принимал и принимает участие в реализации так называемого детского закона номер 1539. Сегодня документ отмечает 10-летний юбилей. Каждый из них внес свой вклад в проведение мирового футбольного первенства. Это молодежь, в основном студенты, а также волонтеры серебряного возраста. Все они прошли специальные курсы, в том числе языковые, чтобы стать в прямом смысле лицом города-курорта. В городе-курорте НАПО более 120 человек приняли участие в этом волонтерском движении. Нам Анапе очень повезло, что на чемпионате мира мы принимали участие, а наш город принимал участие двумя тренировочными площадками. И вы и мы встречали команду Дании. Я знаю, что волонтер – это не просто человек, которого можно что-то заставить сделать. Это человек, который может делать это от чистого сердца, от души. Я хочу сказать, что вы патриоты, патриоты муниципального образования, патриоты нашего города. Я очень благодарен вам. Спасибо вам большое, что его у нас есть. Самое главное – словами в мире, о нас, о России, о людях, о той широкой и открытой душе, которая есть. Вы сами действительно люди широкой души и открытого сердца. Вы многое делаете. От души дарите людям добро. И это великое дело. Юрию Полякову, а также председателю муниципального совета Леониду Кочетову вручили символические волонтерские книжки. Мирослава Шубнова заполняет уже вторую по счету. В волонтерском движении она около трех лет. Во время чемпионата мира девушка была одной из тех, кто на специальных точках рассказывал гостям и жителям о футбольных событиях. Было приятно, конечно, безумно приятно. То, что сама по себе вот эта атмосфера, атмосфера праздника, атмосфера, которая была создана вообще у нас, как бы, в нашей стране, вот этим мероприятием, да. И особенно было приятно, что ты стал частью этого. Что ты не просто как-то был в стороне, а что ты создавал эту атмосферу, атмосферу праздника. Особенно запомнилась больше всего открытая тренировка с командой Дании. Так непривычно было смотреть. Сначала ты как бы смотришь их на поле, на сванапе, а потом ты смотришь их по телевизору на каких-то крупных бачах. Это так необычно. Кроме того, сегодня исполнилось 10 лет со дня вступления в силу закона 1539. Юрий Поляков награждает тех, кто участвует в его реализации. Это предприятия, в том числе наша телерадиокомпания, работники муниципалитета, а также отдел по делам несовершеннолетних анапской полиции. Сегодня его возглавляет Лилия Орехова. Важный, нужный закон, который ограждает наших детей в первую очередь от противоправных деяний в отношении них, поскольку убирая их в ночное время с улицы, мы прежде всего защищаем их интересы, их здоровье. И уже во вторую очередь, возможно, пресекаем действия несовершеннолетних, которые, наверное, не совсем ставлен на путь исправления. Но, тем не менее, в приоритете это уберечь детей от негативного воздействия со стороны третьих лиц. О законе уже знают многие гости Краснодарского края и Анапы. Как главного детского курорта страны, опыт переняли и продолжают перенимать в других регионах. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Те, кто участвовал в запуске краевого детского закона на территории города-курорта, отмечают, что порядка стало больше даже визуальном. Статистика говорит о троекратном снишении детской преступности. В муниципалитете подчеркивают, что этот закон не ради запрета, а ради любви к детям и желания оградить их от ложных авторитетов. Документ стал одним из системообразующих в воспитательной работе. О том, как все начиналось, в нашем специальном репортаже. Реид проходит в рамках известной всем специалистам операции «Курорт». Однако задача стоит куда более стратегическая. Практически с нуля наработать необходимую практику. Дата – 1 июля 2008 года. Ровно за месяц до вступления в силу краевого закона под номером 1539. До этого Краснодарский край взял на вооружение Анапскую инициативу о возрождении народных дружин. Вполне логично, что территория стала одной из пилотных в новом проекте региональной власти. Основная идея была проста. Те, кому нет 18 лет, после 10 вечера должны находиться под присмотром родителей или других ответственных взрослых. Дмитрий Байдиков – профсоюзный активист и общественник. 10 лет назад работал начальником управления образования администрации города-курорта. Он был в числе тех, кто занимался поисками новых форм работы. Одна из них – так называемые родительские патрули. Вместе с педагогами они обходили традиционные места сбора подростков. Со временем необходимость в них отпала. Такого, в общем-то, сейчас если пройти, мы не увидим откровенного распития того же пива или спиртных напитков. Уже 10 лет прошло, люди привыкли к порядку, привыкли к тому, что все-таки за этими действиями последует и какое-то наказание на родителей. Родители стали воздействовать на детей. По словам Дмитрия Байдикова, до вступления в силу соответствующего закона воздействовали в основном убеждениям, авторитетам или даже отсылками к международным конвенциям, защищающим права детей. Были, конечно, некоторые, так сказать, как всегда, а почему, а как, а вот мой ребенок. Ну, с другой стороны, когда ему разъясняли, объясняли, что все-таки это делается не в ущерб, у нас же как, в течение времени ребенок или объект того преступления, или субъект. 10 лет назад Сергей Михно работал в милиции. Здесь же, в муниципалитете, руководил штабом той самой возрожденной народной дружины. Сегодня он координирует патрули, следящие за исполнением закона 1539. Перед выходом обязательный инструктаж. С этого года в патрулировании участвует молодежь. По графику выходят казаки городского общества. Мероприятие необязательное, но Андрей Стадник считает участие в нем своим долгом. Стал ходить, потому что считаю своим долгом принимать участие в воспитании будущего поколения. В профилактике, в воспитательных беседах с молодежью, в разъяснении прав, обязанностей. Что они могут, чего они не могут, чем им лучше заниматься, чем лучше не заниматься, что будет им благоприятнее всего. Только за минувшую неделю в муниципалитете прошло 13 рейдов. Родителям под роспись вернули 24 несовершеннолетних. Если в 2009 году рейдовые группы выявили почти 1600 детей и подростков без надзора после 10 вечера, то в 2017 в три раза меньше. Примерно в той же пропорции снизилась детская преступность. По мнению тех, кто сегодня реализует один из системообразующих документов, он не про наказание, а про то, как любить и беречь. Ну а если вдруг нужна будет какая-то помощь, органы системы профилактики здесь, рядом, готовы прийти в любую минуту на помощь семье. Эта работа ведется постоянно и системно. Работают органы и службы системы профилактики. Мы постоянно повышаем уровень специалистов, потому что законодательство и нормативно-правовая база постоянно обновляются. Нам нужно идти в ногу со временем и принимать профессиональные взвешенные решения в пользу наших детей. Вместе с тем просто снизить влияние на ребенка так называемых уличных авторитетов – это ровно половина дела. Этот вакуум необходимо заполнить. Помимо творческих кружков, спортивных секций действуют спортивные площадки, проходят соревнования любительских команд по футболу и уличному баскетболу. Социальный блок администрации муниципалитета стремится доказать, что все самые захватывающие приключения ждут юных жителей и гостей курорта до наступления темноты. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Дорожная техника зашла в станицу Гостогаевская. Там отремонтируют сразу четыре улицы. Причем одну из них в асфальтовом исполнении. Сейчас техника работает на улице Раздольная. Сюда завезли более 500 кубометров щебня. В общей сложности здесь отсыпят свыше одного километра дороги. Была сделана планировка, был снят верхний слой весь полностью, было сделано исправление профиля, существующего которого здесь был снят грунт, был снят дерн и началась отсыпка щебня. Также в щебне выполнят ремонт на Крымской и Пролетарской, а вот на одной из самых протяженных улицы Мира положат асфальт. Это будет качественное двухслойное покрытие. К работам планируется приступить уже в конце этой недели. Муниципалитет готовит иски против владельцев торговых точек, расположенных на землях под индивидуальное жилищное строительство на Пионерском проспекте. Нецелевое использование земли противозаконно. В Джимте прошел рейд с участием сотрудников городской администрации и правоохранительных органов. Его возглавил вице-мэр Эдуард Балмышев. Тиоск с новым брендом города-курорта. Только владелец установил его на муниципальной земле без соответствующего договора. Составляется протокол, объект будет демонтирован. В составе комиссии специалисты управления торговли, муниципального контроля, казаки, сотрудники полиции. В данный момент они изучают документы гражданки одной из африканских стран. Девушка учится на экономиста. Летом, как и многие студенты, подрабатывает. Делает национальные женские прически. У нее заверенная у российского нотариуса копия паспорта, что допустимо. Здесь по документам вопросов к ней нет. В основном тоже граждане России, которые уже имеют гражданскую паспорт, граждане Российской Федерации. Они арендуют такие помещения. Они уже своих земляков привлекают. Он уже гражданин России, скамерун, то есть уроженец скамерун, а имеет паспорт гражданина Российской Федерации. А привлекает студентов на работу. Нет, летут косички. Уведомление с Роспотребнадзора есть? Заместитель главы города-курорта Эдуард Балмашев требует убрать мангал. Готовить никто не запрещает, но внутри здания. Одна из основных проблем летнего периода. Каждый предприниматель стремится как можно громче о себе заявить. В итоге предложение становится навязчивым, не всегда совпадая со спросом. В руках выпуск муниципального вестника с новыми правилами благоустройства. Его показывают предпринимателям. По правилам нельзя выходить или вывешивать товар за пределы торговой площади. Тротуар – это уже муниципальная земля. Он предназначен для того, чтобы по нему ходили люди. За нарушение – штраф до 4 тысяч. Газон для красоты – это тоже собственность муниципалитета, и ее требуют освободить. Вместе с тем, согласно кадастру, часть торговых точек располагаются на земле, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство, а никак не под коммерческую деятельность. И это повод для того, чтобы обратиться в суд. Будет сформирован пакет документов, и материалы будут направлены в суд для приостановки деятельности на сегодняшний момент. Потом либо демонтаж, либо перевод целевого использования земельного назначения. Если там будет коммерческое назначение, этот ролет будет считаться законно действующим, и будет работать, будет осуществлять деятельность. За один рейд было составлено более 20 протоколов. По поручению главы города-курорта, мобильные группы здесь работают в ежедневном режиме. Выписывать штрафы тем, кто нарушает правила благоустройства, можно каждые сутки. В муниципалитете не против торговли, но законный и не противоречащий здравому смыслу. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапские фонтаны на два дня закроют на профилактику. Уже сегодня ночью специалисты ремстроя опустошат чаши от воды и подготовят их к генеральной уборке. Это стандартная техническая процедура, необходимая для того, чтобы фонтаны всегда оставались в надлежащем порядке. Специалисты прочистят фильтры, насосы и другое техническое оборудование. Продезинфицируют чаши и зальют чистую воду. Фонтан – это сложный живой организм, который требует очень пристального к себе внимания. Через этим нами разработана целая система мероприятий по обслуживанию фонтана. В план этих мероприятий входит ежемесячное генеральное санитарное обслуживание, которое включает слив воды полностью со всех чаш, мытье их, очистка, дезинфекцию. И потом залив воды. Это требует определенного времени. Техническое обслуживание займет всего два дня. Так что уже в субботу водные достопримечательности курорта будут снова радовать жителей и гостей. 99% анапских матерей предпочитают кормить детей грудным молоком. Такую статистику привел роддом курорта. 1 августа стартовала Всемирная неделя грудного вскармливания. Ее задача – привлечь внимание общественности к важности естественного процесса и дать больше информации будущим мамам. Анапа присоединилась к акции. В женской консультации в роддоме проводят лекции и практические занятия по правильному вскармливанию малышей. Маленькому Руслану пять дней от роду. Он третий ребенок в семье Бондаренко. Малыш очень спокойный, хорошо спит. Все это в том числе и благодаря грудному вскармливанию, считает мама Юлия. Всех своих детей она кормила грудным молоком. По ее мнению, никакие смеси не смогут заменить натурального полезного продукта, созданного самой природой. Для меня, наверное, это все-таки связь с ребенком. Когда ты кормишь грудью, это вас сближает. То есть ты и так понимаешь, что это твое родное. Но когда ты грудью кормишь, ты часть себя отдаешь ребенку. И все-таки в грудном молоке все самое ценное, все самое полезное. Невозможно что-то придумать, создать. Поэтому, мне кажется, просто прекраснее грудного вскармливания. Ну, это моя точка зрения. Хотела бы, чтобы многие так же считали, как и я. О пользе материнского молока говорят и педиатры. Уникальный продукт, аналог которого в полной мере пока никто не смог создать. На сегодняшний день лишь молоко матери способно удовлетворить потребности младенца на 100%. Если ребенок с детства скармливается грудным молоком, формируется правильный иммунитет с первого дня жизни. И ребенок защищен и от аллергий, и от множества инфекций. И формируется правильный иммунитет, закладывается на всю оставшуюся его жизнь. А если он с первых суток жизни кормится коровьим молоком, то, естественно, и аллергия присутствует. И часто болеющие эти дети, когда они пойдут уже в детский садик. И паратрофики, то есть избыточного веса, потому что в смесях содержится повышенное количество белка, повышенное количество углеводов. Конечно, существуют и противопоказания к грудному вскармливанию. Например, острое воспаление молочной железы или ВИЧ. Но это бывает крайне редко. В большинстве случаев все проблемы решаемы. По словам врачей, в Анапском роддоме рождаются самые счастливые малыши, так как практически все молодые мамочки отказываются от искусственных смесей в пользу своего молока. У нас 99% женщин кормят грудью. Но 1% – это женщины, которым противопоказано кормить грудью. Но даже, наверное, меньше 1%. Врачи советуют не терять особенную молочную связь с ребенком минимум до года. Это самый важный период формирования иммунитета. А начинать готовиться к этому необходимо уже с первых месяцев беременности. Будущие мамы могут обратиться в женскую консультацию. Там работает школа матерей, где женщинам дают все необходимые для правильного материнства знания. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. Витязь, Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова